Всем здарова и сегодня мы с вами посмотрим вот этот вот шлем виртуальной реальности от Sony. Изначально я планировал себе покупку этого шлема достаточно давно, если быть точным где-то с даты релиза, но, к сожалению, на тот момент времени он стоил просто баснословных деньжищ, а игр на него было не так уж много, как хотелось бы, и благо на сегодняшний момент времени ситуация улучшилась, поэтому этот шлем сможет позволить себе практически кто угодно. И в этом видеоролике я хотел бы ответить вам на такие вопросы, как как сильно будет меняться графика в зависимости от того, на обычный PlayStation вы играете или на PlayStation 4 Pro, какие аксессуары вам будет необходимо себе приобрести для того, чтобы полноценно окунуться в виртуальную реальность, какие игры сейчас самые актуальные есть на PlayStation 4 для VR, и на какие игры вам действительно стоит потратиться, и как дорого вам придется на них потратиться, конечно же. Ну, так, по мелочи, могу рассказать вам о том, как круто в этом шлеме смотреть порнуху, например. Ну и, пожалуй, самое важное, это стоит ли покупать этот шлем все-таки в 2020 году? Давайте в этом разбираться. Дизайн этого шлема мне понравился. Он красивый и, что немаловажно, достаточно удобный. Было время, я пробовал VR для нищих, где необходимо вставлять смартфон вместо экрана, и он безумно давит на переносицу, из-за чего его хочется снять уже через пару минут. С этим шлемом этого нет, все прорезинено, и лично мне этот шлем не давит нигде. Он достаточно легкий, и на голове я его практически не ощущаю. Могу играть в нем по часов 5, и никаких проблем у меня с этим не возникает. Разве что иногда приходится его снимать для того, чтобы протереть линзы, так как они периодически запотевают. Для этих целей нам в комплект положили вот такую вот фирменную тряпочку, и со своей функцией она справляется идеально. И раз уж мы заговорили о комплектации, то, ко всему прочему, из коробки мы получаем еще и гарнитуру. И да, не стоит ее недооценивать. Звук, который вы сможете из нее извлечь, является практически пределом, который способен выдать шлем. Но об этом позже. Несмотря на то, что шлем этот выдает не самый эталонный звук, он при всем при этом способен создавать 3D-звучание. То есть, несмотря на то, какую гарнитуру вы используете, пусть это будет даже самая обычная стереогарнитура, дерьмовая, вы всегда сможете ощущать то, откуда исходит звук. То есть, спереди, сзади или сбоку. Это здорово, но, к сожалению, есть один нюанс. Уровень громкости будет всегда фиксированный на каком-то среднем значении. То есть, вы не сможете сделать погромче, потише. И, как правило, уровня громкости все-таки не хватает лично вне. И поэтому, в каких-то моментах, где в играх будет что-то вам говорить, вы можете этого просто не расслышать. И это дерьмово. Я считаю, что это минус. Бля, ребят, извините, но я сейчас дико обосрался просто. И я расскажу вам сейчас, почему. Короче говоря, сегодня, значит, была такая история. Я сажусь играть в шлеме и в какой-то момент понимаю, что у меня нет звука в наушниках. Я вообще чуть с ума не сошел. Я думал, что я джек разъебал. И через какой-то момент времени я осознаю, что, оказывается, на этом шлеме есть кнопки регулировки громкости. Только они находятся в таком месте, что их вообще, блядь, хуй заметишь. И, короче говоря, в принципе, регулировать громкость можно. То есть, этого минуса нет. Нет, просто забудьте про то, что я сейчас сказал. Это полная хуйня. Ну и раз уж мы заговорили о минусах, назову последний минус. Это провода. Проводов будет достаточно много. И если в моем случае мне получилось с этим справиться за счет того, что я просто их более-менее как-то смог укомплектовать за своим шкафом, то вот если у вас телевизор висит на стене, то для вас это проблема. В принципе, на этом с минусами все. Можем перейти к плюсам. Самое большое впечатление у меня от шлема вызвано тем, что, оказывается, вы можете играть в нем абсолютно во все игры без исключения. Причем, если графика в играх для VR достаточно мыльная, так как это все-таки очень ресурсозатратное дело, то в обычных играх падение качества картинки несущественное. Мне кажется, что каждый в своей жизни когда-то мечтал о том, чтобы у него было какое-то кресло, в котором он мог бы откинуться, а мониторы были бы где-то наверху. Этот шлем позволяет вам получить подобный опыт, и со времен покупки этого шлема я играю исключительно так. К сожалению, я где-то проебал свою петличку, поэтому конкретно в этом эпизоде звук будет уебищный, просто потому что я не могу держать руками микрофон. В чем смысл? Если мы хотим поиграть в какую-то игру на PlayStation, вообще абсолютно любую, которая для VR вообще никак не оптимизирована, мы можем это делать в шлеме виртуальной реальности в том числе, и это тоже отхудительно удобно. То есть я, допустим, могу прямо сейчас надеть шлем и играть какой-нибудь условный Darksiders 2. То есть вы можете взглянуть на телек, увидеть, что я прекрасно вижу, что там происходит, могу там со всеми драться, и в принципе то, что я вижу сейчас, похоже, как будто бы я сижу на каком-нибудь сеансе в кино, достаточно на близком ряду. При желании в каком-нибудь меню настроить, можно найти такую опцию, чтобы оттянуть этот экран куда-то подальше от вас, таким образом будет ощущаться, как будто вы сидите не на первом ряду, а, скажем, на каком-нибудь там шестом или куда больше. Но так играть неинтересно, то есть так будут играть только долбоебы, мы же не долбоебы в конце концов, поэтому для того, чтобы получить максимум удовольствия от подобного рода экспириенса, мы будем лежать. То есть последние несколько дней любую игру, которую я запускаю на PlayStation, я играю именно в таком положении. То есть я просто надеваю шлем, ложусь себе спокойно на кровать, упираюсь головой в потолок и спокойненько себе играю. То есть вы прекрасно сможете видеть на том же самом телевизоре, что, несмотря на то, что я вообще смотрю в абсолютно другую сторону, я все равно вижу перед собой экран, и мне максимально комфортно играть именно в таком положении. То есть я взял, накинул на себя одеяло, там никаких проводов мне особо не нужно, этот провод дохуя длинный, поэтому в какой бы квартире вы не были, скорее всего он будет доставать. То есть, в принципе, это классно. Единственное, блять, что меня раздражает во всей этой ситуации, это то, что наушники, которые вы можете себе позволить, они, к сожалению, будут давать не такой звук крутой, как хотелось бы, но это уже связано с тем, что Sony нас всех наебали по поводу звука, и с этим вы ничего сделать не можете. Поэтому вам приходится всегда выбирать, либо вы будете проходить вот такие вот одиночные игры с пиздатым звуком, но без шлема, либо с более-менее всратым звуком, но зато при максимальном комфорте. То есть, при нажатии на кнопку Options я всегда могу центровать экран перед собой, в каком бы положении я и находился. То есть, предположим, если я даже захочу повернуться на бок, мне заебало лежать на спине, я могу играть и таким образом тоже. То есть, это будет немножко менее комфортно, но при всем при этом я тоже буду видеть все то, что происходит на экране, и по большому счету каких-то колоссально нравственных страданий это вызывать у меня не будет. Поэтому, на мой взгляд, только за счет того, что в PlayStation VR присутствует вот такая вот функция, это must-have покупка, которую я могу порекомендовать всем и каждому. Тем более, что при игре в подобном режиме ни у кого головокружение это вызывать не будет. Повторюсь, касаемо звука. В прошлом ролике я говорил о наушниках от Sony. Можете глянуть, если вы его пропустили. Так вот, какие бы наушники вы не использовали, Sony, не Sony, они работать с этим шлемом нормально не будут. Там я об этом говорил подробнее. Если интересно, переходите и смотрите. Если вкратце, то звук во всех наушниках будет примерно такой же, как и из гарнитуры, что идет в комплекте. Так что, если вы беспокоитесь насчет того, что придется покупать наушники, то расслабьтесь. Это бесполезная трата денег. А то, что касается игры в шлеме в любом положении, это действительно очень удобно. Как я уже говорил, размер экрана, который вы видите, действительно можно сравнить с тем ощущением, которое вы испытываете при походе в кинотеатр. А в настройках вы можете изменить то, на каком расстоянии от этого экрана вы хотите находиться. Лично я люблю, когда у меня экран во все ебало. Да, иногда вам придется крутить головой, чтобы смотреть на всякие там индикаторы в углу экрана. Но зато это очень круто. Вы прямо-таки чувствуете, что стоите за спиной Леона. Помимо этого, шлем позволяет вам не отвлекаться от игры. Вы полностью погружаетесь в процесс, так как вы ничего больше не видите и не слышите. К примеру, не будет той ситуации, когда перед телевизором у вас мельтешит котик. Или того, что у вас, скажем, на смартфоне уведомление какое-нибудь пришло. Я думаю, что не стоит говорить, что при игре в абсолютно любой хоррор уровень погружения будет совершенно иной. Переходим к играм. К сожалению, если у вас есть только шлем и больше ничего, то то количество игр, в которые вы можете поиграть, оно резко снижается на самом деле. То есть, есть, скажем, такие игры, как Resident Evil 7, Astro Bot, там вот этот вот Playroom. Но это все здорово, но в большинстве игр все-таки вам потребуется какой-то захват движения с рук. Потому что в ином случае это все-таки не DVR, на мой взгляд. И для того, чтобы у вас получилось, скажем так, захватывать движение с рук, вам потребуются мувы. Мувы это вот такая вот штука, которая работает, причем еще с момента PlayStation 3. То есть, если у вас сохранились старые мувы, они подойдут. Это на самом деле штука очень прикольная, но на самом деле дерьмо. То есть, самая большая проблема с мувами связана с тем, что на них нет стиков. И поэтому, если вы, допустим, поиграете в тот же самый Skyrim, вы поймете, о чем я говорю. То есть, когда вы передвигаетесь за счет телепортов или за счет того, что у вас, скажем, тут одна кнопка отвечает за движение вперед, другая за движение назад, а повороты вы должны осуществлять поворотом головы. Это, ну, типа настолько, не знаю, к этому надо привыкать, короче. Это полная хуйня. То есть, в некоторых играх управление реализовано таким образом, чтобы вы передвигались от точки к точке за счет того, что, скажем, там подсвечивается какой-то индикатор, вы нажали на кнопку и у вас персонаж туда пошел. В таких играх, в принципе, проблем с этим нет. Но все-таки хотелось бы ощущать какое-то свободное движение. И я жду как второго пришествия все-таки новой серии мувов, где уже стики будут. Ну и, к слову, если у вас есть только один мув, то вы можете его только себе в жопу засунуть. Потому что, кроме как в гольф, вы с ним, скорее всего, не поиграете совершенно ни во что. То есть, вам придется покупать второй мув. А если у вас их нет вообще, то придется покупать сразу два. Я не советую вам покупать новые мувы, потому что, в принципе, они от старых ничем не отличаются, а стоят они до хуя. Поэтому гораздо лучше просто заказать и на каком-нибудь авито, бэушное. Я вот, например, эти мувы за 500 рублей купил и вообще ничуть не пожалел. И помимо этих мувов, для того, чтобы прям вот если вы хотите пиздец, как окунуться в виртуальную реальность, то вам может понадобиться и вот такая штука. Это AIM Pro Controller. Эта штука позволяет вам целиться в противников прямо вот как надо. То есть, вы просто берете и целитесь. На самом деле, штука реально охуительная. Не так много игр поддерживает опять же, как хотелось бы, но те игры, которые поддерживает, кроме Borderlands, то есть Borderlands хуевенько работает с ним, во всех остальных играх, которые с ним можно играть, играется заебись. То есть, вот как раз таки он, в отличие от мува, лишен этих недостатков. То есть, у вас есть два стика. Один вот здесь, один получается вот здесь. Одним управляете камерой, другим двигаетесь. И, ну, не знаю, в принципе, это полноценный геймпад. То есть, здесь есть сенсорная панель, кнопка включения консоли, есть X-квадрат, треугольный кружок, стрелочки есть, options, share. Короче, все кнопки с геймпада на нем есть. Если у вас есть aim-контроллер и геймпад у вас разрядился, вам нахуй геймпад не нужен. Вы можете просто включить консоль, переключаться по всем менюшкам, лазить в магазине вот с этой штуки. То есть, это полноценный геймпад, по сути. Я не знаю, стоит ли записывать отдельный видеоролик про эту штуку. Может быть, я это сделаю, если мне будет совсем делать нихуй. Но, в целом, это реально, на мой взгляд, ну, обязательная покупка, если вы хотите поиграть в PlayStation VR и, ну, реально почувствовать что-то новое. Потому что мувы, это, конечно, замечательно, но все-таки это, ну, не ощущается, как next-gen какой-то. То есть, это прикольно, но такое уже было. То есть, это вот, знаете, когда был Xbox, там, получается, у них шел какой-то Kinect, да? И там тоже можно было махаться руками перед телевизором. То есть, там уже было что-то подобное, только оно, может быть, работало не так хорошо. Но вот этой штуки не было. То есть, эта штука, она дает реально новый опыт, который вы, скорее всего, никогда не использовали. Причем, не только синглплеерные игры можно использовать с этой штукой. Есть и мультиплеерные игры. То есть, допустим, в мультиплеерной игре, которая называется, господи, Firewall, что ли, там, получается, вы играете мультиплеерные партии 4 на 4. И там, действительно, стратегическая такая вот штука. То есть, вы можете этой пушкой, скажем, случайно ударить по стене. Это создаст звук, на который враги смогут среагировать, и они вас найдут. То есть, вы можете, там, выглядывать и заукрыть, и стрелять. То есть, короче говоря, ну, это реально прикольно. То есть, в каких-то синглплеерных играх, которые, вот, нацелены на прохождение, там много реализовано всяких прикольных фич. Из ряда, допустим, вот есть игра... Господи, как же это называется игра? Я забыл, в общем, эту игру. Я прикреплю, у меня вылетело из головы, вот тут будет висеть. Смысл в чем? То есть, допустим, вот вы играете, да, и там нужно убивать жуков. Если вы вытянете вот так вот руку перед собой, ваш герой сделает абсолютно то же самое движение. Если вы присядете, то ваш герой тоже присядет и будет передвигаться, соответственно, медленнее. То есть, вы можете, допустим, бежать в одну сторону, то есть, предположим, вот в ту, но при этом развернуть голову назад и отстреливаться вот таким вот образом. И это будет работать. То есть, это реально вот полностью меняет все понимание шутерной механики. То есть, шутер, в который вы можете поиграть просто с геймпадом и шутер, в который вы сможете поиграть вот с этой штукой, это абсолютно две разные вещи, два разных погружения и два разных опыта. То есть, стоит эта штука в принципе недорого. Я купил ее за 5000 рублей, с учетом того, что к ней уже шла игра. Если мы подумаем о том, что игры стоят 4000 сейчас, да, а то 4500 большая часть сейчас новых игр стоит, то в принципе эта штука вообще без ценок стоит. Поэтому ее я тоже рекомендую. Ну, не знаю, все, что касается аксессуаров к PlayStation VR, ну это must have. То есть, если вы берете себе только шлем, то вы себя очень сильно ограничиваете, к сожалению. Если вы хотите играть вообще во все игры, которые на PlayStation VR выходят, ну, извините, придется раскошелиться на аксессуары. Ничего не поделаешь. Пару слов о том, как я решил проблему с зарядкой всех этих устройств. Алиэкспресс просто усеян предложениями из различных зарядных станций. Стоят они зачастую недорого. Я приобрел себе вот такую вот штуку, на которой у меня заряжается сразу два геймпада и два мува. Причем даже есть индикация заряда. Это очень удобно. На мой взгляд, тоже обязательная покупка. Ибо заряжать все по отдельности посредством дрочки с проводами, это то еще дерьмо. Ну и перейдем, пожалуй, к самому важному и интересному. Можно ли смотреть в PlayStation VR порнуху? Можно и даже нужно. То есть, как и в случае с шутерами, уровень погружения совершенно другой. То есть, после этого обычную порнуху уже смотреть даже как-то неинтересно на самом деле. Но, как бы, проблема есть. То есть, все компромиссно. Во-первых, понятное дело, что качество роликов у вас все упирается в разрешение экрана шлема. То есть, тут как бы ничего не поделаешь. Пиксели какие-то вы видеть будете. Хоть на самом-то деле это и не сильно влияет. Ну, то есть, как бы, ну, лично я с этим как-то живу и мне нормально. То есть, может быть, как будто это будет не нравиться. Но, в целом, блядь, что вы нахуй хотели. Заебали, блядь. Шлем нахуй стоит 20 тысяч. Ладно. Как это работает? Для начала вам нужно будет завести себе какую-то флешку. Отформатировать ее под нужный формат. После чего убрать с нее все. И создать там одну папку, которую вы называете Little Star. Little Star это приложение, через которое вы сможете все это дело смотреть. И накидывать туда, собственно, видеоролики, которые будете скачивать из интернета. Подвох в том, что флешка должна быть большой. И потому, что ролики тяжелые. И, в принципе, по большому счету больше никаких подвохов нет. 3060 вам не рекомендую вообще. То есть, лучше искать ролики 180 градусов. Как правило, их больше. Ролики чаще всего вы сможете найти какие-то 5-минутные нарезки и демоверсии. Но, если вы поднапряжетесь, то вы, в принципе, сможете найти сайты, где можно найти полнометражки. Вот. То есть, это то, как это все работает. В самом приложении там тоже есть некоторые нюансы. То есть, там, допустим, перематывать не очень удобно. Я вот не знаю, может быть, там можно какую-то подписку купить, и тогда это станет работать лучше. Но, в целом, как бы, я думаю, что если вы не так часто к этому будете прибегать, и я надеюсь, что не очень часто, то, наверное, вас это сильно раздражать не будет. Ну, пожалуй, это будет раздражать только тех, кто покупает шлем только ради этого. Ну, как приятное времяпровождение, если вам совсем делать нехуй, и если вы просто хотите попробовать, почему бы и нет, то есть, это же что-то новое, в конце концов, да, не только же в игры играть в VR, то да, почему нет. То есть, если у вас есть какая-то, блядь, любимая порноактриса, и вы хотите увидеть ее прямо вот воочию, то шлем может позволить вам дать такой опыт. Это здорово. Единственный минус, что, к сожалению, все эти видеоролики, они очень статичные. То есть, вы всегда будете либо сидеть, либо лежать, либо стоять, и не будет такого, что, скажем, вы там залезаете в чье-то окно, хватаете там бабу на кухне за волосы, кидаете ее на пол, там, я не знаю, рвете на ней одежду, там, придавливаете ее ногой в пол. То есть, вот, какой-то динамики, вот, не ждите, ничего такого не будет. К сожалению, технологии до такого еще, видимо, пока не дошли. Но будем очень ждать и надеяться на то, что когда-нибудь они все-таки до этого дела дойдут. Что вообще по играм? Если мы предположим, что у вас весь этот комплект есть, я, конечно, не буду сейчас оставлять топ, просто перечислю в рандомном порядке те игры, которые я считаю достойны упоминания. Skyrim. Можно играть как с геймпада по старинке, так и с мувами, что, на мой взгляд, несколько прикольнее. Старая добрая классика, в которую никогда не поздно вернуться. Rix. Крутая, скиллозависимая игруха. Если вы всегда мечтали почувствовать то, каково это сидеть в огромном роботе и видеть, как огромные просто пушки висят по бокам вашей кабины, то это оно. Минус один. Онлайн в этой игре мертв, поэтому играть вы сможете, скорее всего, только с ботами. Кровь и истина. Это вообще топовая игра на все времена. То есть, я, скорее всего, даже когда-нибудь сделаю про нее отдельный видеоролик, потому что эта игра действительно того заслуживает. Это очень крутой боевик на одиночное прохождение. Сюжет, персонажи, геймплей. Там вообще все на каком-то невероятном уровне. Я серьезно. Будет отдельный ролик про эту игру. Resident Evil 7. Однозначно лучший хоррор для VR, который вы сможете себе позволить. Очень удобное управление. Весьма хорошая графика для VR, даже на обычной PlayStation. Ну и, конечно же, все скримеры ощущаются совершенно по-иному. Чего только стоят те сцены, когда вам в глаз пытаются засунуть нож. В шлеме это действительно вызывает ужас. Хотя на телеке или мониторе вы бы даже значения этому никакого не придали. Опять же, появляется возможность заглядывать за углы. Что в этой игре, я вам скажу, очень и очень полезная фича. Даже если вы в эту игру уже играли, не лишним будет ее перепройти, потому что ощущения совершенно другие. Firewall. Это, пожалуй, самая охуительная мультиплеерная игра для PlayStation VR. Я думаю, что о ней тоже можно сделать чуть ли не отдельный видеоролик, поэтому я не буду здесь слишком много разглагольствовать. Скажу только то, что в этой игре огромное количество оружия. Это оружие выглядит просто охуенно. И это та игра, которой вам хватит надолго. Потому что, если вы покупаете себе какие-то сингловые игры, вы их один раз прошли и забыли. А в случае вот с такой игрой, вам всегда есть мотивация в нее возвращаться. Потому что здесь есть прокачка. То есть вы выполняете какие-то квесты, побеждаете в матчах, и вам дают опыт. Соответственно, этот опыт повышает ваш ранг, а когда у вас повышается ранг, у вас открывается новое оружие, новые перки, новые обвесы на эти самые пушки, новая кастомизация для вашего оперативника, новые оперативники и так далее, и так далее, и так далее, и так далее. Короче, на самом деле, это дерьмо очень сильно затягивает. И в последние несколько дней я изрядно так подзалип на это дерьмо. Поэтому я думаю, что эта игра, она на самом деле строго обязательно к покупке, вместе с АИМ-контроллером. Я это вам к чему говорю? Я это говорю к тому, что иногда АИМ-контроллер продается в комплекте с такой игрой, как Браво Тим. А Браво Тим это то еще дерьмище. Поэтому, если вы не хотите проебаться, то берите себе АИМ-контроллер именно в комплекте с фаерволом. И вы не пожалеете точно. Файерпоинт это, пожалуй, лучшая синглплеерная игра, в которую вы сможете поиграть с АИМ-контроллером. Просто потому, что она использует его потенциал на максимум. И когда вы будете играть, вы, скорее всего, поймете то, о чем я говорю. То есть, помимо всего прочего, мне в этой игре понравился левел дизайн, мне понравилось то, как много в этой игре противников, и то, что с ними нужно по-разному взаимодействовать. Мне понравился сюжет в этой игре, потому что он держит интригу до самого финала. Правда, в этом самом финале он, к сожалению, с подливой обсирается, но об этом позже. То есть, в этой игре много плюсов. И, на мой взгляд, опять же, если вы покупаете себе АИМ-контроллер, то это обязательная покупка. Бэтмен. Это очень короткая, но при этом очень качественная игра. И если она будет продаваться по какой-то жесткой скидке, то не поскупитесь и купите ее. Один вечер она вам сделает 100%. Плейрум. Офигительная штука для игры с друзьями. Один человек в шлеме сидит, все остальные играют с геймпадами. Очень весело на самом деле. Вот со стороны посмотришь, кажется, ну хуйня хуйней. На самом деле это реально весело. Я пробовал, и это невероятный экспириенс. То есть, если у вас собирается несколько человек, даже если у вас двое, это уже круто. Астробот. Тоже весьма прикольная игруха для любых возрастов. Она в меру сложная, неплохая по продолжительности. Да, и графика здесь достаточно хорошая. То есть, если вы любите платформеры, то, пожалуй, вот это для вас. Beat Saber. Рубите штуки под музыку. Только музыка стоит дорого, а загрузить в свою PlayStation 4, к сожалению, будет нельзя. Но в целом динамично. Если же вы захотите полетать, то это Air Combat 7, Звездные войны. По-моему, даже в War Thunder это можно сделать, хотя я до сих пор почему-то не попробовал. Ну и еще пару-тройку игр вы, может, тоже найдете, где можно полетать. Хочется поездить? Это Drive Club, Need for Speed, Grand Tourism. Хотите полетать без самолета? Пожалуйста. Можете побыть орлом, полетать по красивым городкам, или полетать на Винг-Сьюте в горах. Хотите просто побродить и поглазеть на окружении без какого-либо забористого геймплея? Таких игр тоже более чем достаточно. Короче, на любой вкус найдется. Стор завален по самое не хочу, надо только поискать. Стоят эти игры в среднем 2-3 тысячи рублей, но скидки на них висят достаточно часто. Пару слов о побочных эффектах. Наверное, многие из вас могли видеть ролик того же Леши Шевцова, который достаточно давно, но при этом огромное количество аудитории рассказывал, мол, в этом шлеме играть дольше 5 минут невозможно, потому что начинают очень сильно болеть глаза, начинается рвота, укачивание и так далее, и тому подобное. На самом деле, брехня это все полная, потому что я играю, блядь, по 6 часов, и мне похуй. Причем я начал так играть практически с первого дня. То есть, я хочу сказать, что это все индивидуально. То есть, если у кого-то есть такая проблема, то у вас вполне возможно этой проблемы совершенно нет. Ну, то есть, даже если у вас и есть такая проблема, то велика вероятность, что если вы будете периодически, скажем так, тренироваться, играя в VR, да, ну, то есть, скажем, делать сессии не по часу, не по два, а, скажем, минут по 20, да, то через какое-то время вы привыкнете. Да, первое время вам, скорее всего, будет некомфортно, просто потому что ваш мозг будет не понимать, ну, как бы он не понимает, что происходит. Он чувствует, что его очень сильно наебывают, и у вас несколько пониманий вообще того, что происходит, нарушается. То есть, вы видите, что вы движетесь, но на самом деле вы стоите. То есть, но этот момент, он проходится. То есть, вам следует поиграть буквально минут 20, наверное, от силы, и вы, в принципе, сживаетесь с этой моделью, что так возможно. И всё, мозг перестаёт работать, и вы спокойно дальше играете и наслаждаетесь. Если вы беспокоитесь по поводу того, что ваш вестибулярный аппарат это не вытащит, то, на мой взгляд, блядь, лучше попробуйте. Просто возьмите и попробуйте. Почему нет? То есть, можете сходить в магазин, взять тот же самый ебучий шлем, притащить его домой, надеть, поиграть в какие-нибудь игры, даже те, которые бесплатные. Куча демо-версий бесплатных есть. Поиграйте в них один вечерок хотя бы. Если вам будет нормально, заебись. Если будут проблемы, и вы понимаете, что вы с этими проблемами бороться не хотите, просто верните шлем обратно в магазин. Но вы будете знать, что вы хотя бы попробовали, и вам не зашло. Это будет гораздо лучше, нежели чем вы просто тупо доверитесь словам какого-то конкретно взятого человека, у которого с этим, блядь, пиздец, какие проблемы. И который с этим делать ничего не собирается. Почему вы должны идти за этим? Я не понимаю. Не вижу ни одной причины. Далее. Сильно ли отличается производительность игр в VR при игре на обычной PlayStation 4 в сравнении с PlayStation 4 Pro? Если мы говорим об FPS, то отличий нет никаких. Не там, не там, он не проседает, все четко. Да и по-другому быть не могло, потому что просадки FPS просто поломали бы вам мозг. Все идет очень плавно. Но вот что касаемо графики, на самом деле ощутимо. Не в два раза, конечно, но процентов на 30 точно. Может быть, на футажах вы этого сильно не заметите. Хотя, блядь, на самом деле заметно. Но в шлеме разницу вы чувствуете куда сильнее. Особенно в дальности отрисовки и сглаживания. Стоит ли переходить с обычной PlayStation 4 на PlayStation 4 Pro ради VR-а? На мой взгляд, это, конечно же, вопрос лично каждого, потому что у кого-то денег дохуя, он это может спокойно сделать, у кого-то денег меньше. Но лично я не рекомендую. Просто потому, что у нас все-таки в преддверии уже выходит PlayStation 5, и лучше годик перетерпеть. Но если у вас PlayStation 4 нет вовсе, тогда вопросов нет, берите прошку. Потому что, если вы берете себе весь этот комплект, а им контроллер, мувы, PlayStation, шлем, это все выйдет вам в такие деньги, что вы, ну, наверняка, не захотите разочароваться. А на PlayStation 4 действительно может быть столько мыльца, что, наверное, вы можете разочароваться в покупке, и это будет не круто. То есть, лучше все-таки взять PlayStation 4 Pro, чтобы наверняка. Но, опять же, тут дело даже не столько в мощности консоли, сколько в производительности самого шлема. Поэтому на PlayStation 4 Pro тоже будет мыльцо, и от этого никуда не деться. То есть, качество экрана в шлеме достаточно среднее. То есть, вы представьте, что, скажем так, вот вы сели к телевизору в упор, вот так вот. И, конечно же, вы будете видеть, что экран состоит из такой сетки, из огромного количества таких вот пикселей, которые в разные цвета раскрашены. Вот, в шлеме вы видите примерно то же самое, только там это все достаточно емко. То есть, вы не видите это так же ярко, как на телевизоре, но вы все равно это видите. Вот, поэтому нужно просто подожать, пока ваш глаз достаточно сильно замылится, чтобы вы перестали обращать на это внимание. То есть, как в жизни вы, скажем так, вроде как всегда видите свой нос, но при этом всем вы в какой-то момент времени перестаете его замечать. Вот, то же самое с PlayStation VR. Да, вы будете видеть эти пиксели, но до какого-то момента, потом вы как бы сживетесь с этим и все будет нормально. Особенно, если вы сможете как следует погрузиться в игру. Вот, то есть, единственный момент еще связан с линзами. У вас есть такая херня, что как бы изображение по бокам экрана, оно будет сильно замылено. То есть, вы будете четко видеть только то, что находится где-то посередине. В принципе, меня лично это не сильно напрягает, потому что зрение человеческого глаза в принципе точно так же работает. Но в играх это может, скажем так, вас несколько раздражать. Опять же, не во всех. Я говорю сейчас конкретно о тех играх, которые не предназначены для VR. То есть, предположим, если вы играете в игры для VR, как правило, в них либо интерфейса нет вообще, либо интерфейс встроен в игру таким образом, чтобы вся информация всегда была у вас перед глазами. То есть, скажем, в том же Firepoint количество гранат, патронов и прочего у вас пишется прямо на пушке. И вам не нужно смотреть куда-то в угол экрана для того, чтобы что-то разглядеть. Потому что там все было бы как раз таки замылено. А когда вы играете в игры, например, там какой-нибудь Resident Evil и прочее, и у вас, скажем, в углу экрана каком-нибудь пишется там текущая задача, что надо сделать, или количество патронов, там стрел, или что-то такое, вам для этого всегда нужно будет повернуть голову в направлении этого угла, чтобы разглядеть, что там написано. То есть, вам придется крутить голову во время игры. Это, конечно, необычный опыт, но в целом с этим тоже можно жить. То есть, размыливается оно на самом деле хоть и сильно, но терпимо. То есть, в принципе, вы даже через размытие сможете увидеть, что там написано, просто придется напрячь глаза. То есть, это, пожалуй, два вот таких вот колоссальных минуса вот конкретно изображения шлема. которые просто есть и которые будут независимо от того, на PlayStation 4 вы играете или на PlayStation 4 Pro. Абсолютно все, кто приходил ко мне домой и пробовал играть в VR, уходили в полнейшем восторге и говорили мне о том, что они ожидали гораздо меньшего. Это здорово, но чувство тошноты и головокружения, конечно, у кого-то появлялось. Но это было редко, может быть, у одного человека из трех, да и далеко не в каждой игре. Поэтому, как я уже говорил вам, вы, скорее всего, таких проблем испытывать не будете. Попробуйте, если будете, сдадите шлем обратно. Минус в том, что, да, мыльцо. Ну, а что вы хотели, как бы, это все-таки самый бюджетный шлем. И если вы хотите просто попробовать VR, и вы никогда его не пробовали, то это самый лучший способ это сделать. Потому что, ну, никто не будет покупать себе шлем, блядь, за 100 тысяч рублей, зная, что у него может быть такая хуйня. То есть, этот шлем стоит 20-ку, вы, в принципе, можете позволить себе его купить, попробовать, и ничего с этого особо не потеряете. Я думаю, что мы на этом деле все-таки с вами закончим. И, если вам понравился этот ролик, если он показался вам полезным, поставьте лайк, пожалуйста, вот прям по-братски, ебать, вот, прошу от души, вот не поленись и поставь, блядь, вот, напишите какой-нибудь комментарий, особенно если у вас есть этот шлем, что вы о нем думаете, какие у вас там любимые игры и прочее. То есть, я отвечаю на все комментарии, вы в курсе, вот, поэтому не поскупитесь. Скоро увидимся в следующем видеоролике, и всем пока. Можно считать, что мы этот фрагмент тоже сняли, пусть он и максимально этот... Хуёвый. Хуёвый, да, но он не мог быть другим. Как вообще оцениваешь свою операторскую работу в конкретно взятом эпизоде? В конкретно взятом эпизоде моя операторская работа была уёбищной. Да? такой же, такой же, как и этот эпизод. Не, ну, то есть, я... Это стоит, на твой взгляд, переснимать, или там, в принципе, всё ясно и понятно и видно? Видишь, можем снять во второй раз, на всякий случай, чтобы, если что, было хотя бы из чего выбирать. Я считаю, что так будет нормально. Давай, давай. Я не выключала её. Она будет одним этим. Хорошо. Окей.